Идет активное информирование жителей о действиях интернет-мошенников. Грабеж и открытое воровство отмечают правоохранители уже не в моде. Ныне в тренде обманывают на расстоянии телефонного звонка. Причем чаще всего на удочку злоумышленников попадают именно люди серебряного возраста. Поэтому представители областной прокуратуры решили заглянуть в места их большого скопления – городские поликлиники. В одной из них пациентам раздавали листовки, информировали о новых видах мошенничества. Например, злоумышленники под видом родней или друзей могут скинуть ссылку на якобы голосование. Еще один способ – звонок от лжеоператора сотовой сети, который говорит, мол, у сим-карты истекает срок действия. В обоих случаях, если следовать инструкциям мошенников, деньгам можно смело говорить «прощайте». Поэтому представители надзорного органа рассказывают жителям, как поступать в случаях, когда пытаются откровенно обворовать. Информационная работа дает положительные плоды. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество правонарушений удалось снизить на 12%. Впрочем, профилактика преступлений идет не только среди жителей. С банками сейчас, это уже на уровне центральных аппаратов, сейчас ведутся вот такие мероприятия, так сказать. Были направлены такие предложения, как есть такая государственная услуга «Егоф» в «Егоф-портале». Сейчас вообще любой человек может воспользоваться этой услугой. То есть там есть такое понятие, как добровольный отказ в получении кредита. Там ничего сложного нету. Можно нажать буквально одну галочку, и человек на протяжении 6 месяцев на него нельзя будет оформить кредит, пока он сам не даст этого согласия. Спасибо. Продолжение следует...